Звезды Подмосковья – это своеобразный конкурс красоты для молочного животноводства. Сюда привозят самых ухоженных и красивых коров. Выставка проходит в 22-й раз и традиционно собирает представителей десятков предприятий. Это отличная площадка для обмена опытом, создания важных взаимодействий и демонстрации последних отечественных разработок в сфере сельского хозяйства. Для Ленинского муниципального района это хорошая, добрая традиция, когда мы можем здесь сегодня не только принять участие в этом конкурсе, но еще поделиться каким-то опытом. Почему? Потому что у нас на территории, в частности, Молоковского поселения есть фермерские хозяйства, которые также на этом мероприятии представляют свою продукцию. Это для нас и для них в первую очередь некий определенный стимул, а для нас, для Ленинского муниципального района, это, естественно, праздник. Развитие молочной промышленности – приоритетная задача для Подмосковья. Об этом в своем ежегодном обращении говорит губернатор региона Андрей Воробьев. Уже несколько лет в Московской области реализуется программа по поддержке молочных заводов. Программа поддержки молока привела к тому, что надои в области с одной коровы вышли на уровень Евросоюза. Специалисты знают эти показатели – 6700 килограммов на одну корову. Через три года наша цель – получить 1 миллион тонн молока в год. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области, который посетил выставку, отметил, что выполнить задачу, поставленную губернатором, можно только увеличив количество голов скота. Сейчас в Подмосковье их почти 100 тысяч и производят они больше, чем 640 тысяч тонн молока. Мы прибавили больше 4,5 тысяч тонн к результату прошлого года. И приятно, что по статистике первого квартала мы плюсуем к прошлому году еще порядка 3-5%. То есть это говорит о том, что мы планы по увеличению валового производства молока на территории региона совершенно точно выполним. С такими коровами, которые были представлены на выставке «Звезды Подмосковья», Московская область может не беспокоиться о количестве и качестве своей молочной продукции. Все больше на прилавках появляется местных кисломолочных товаров. С некоторыми из них можно было ознакомиться на выставке. Фермеры с удовольствием угощали гостей. Используем натуральные закваски из живых бактерий. У нас 4000 голов в хозяйстве. Снежок, питьевой йогурт. Самые трудолюбивые работники сферы молочной промышленности получили награды из рук министра сельского хозяйства. А лучшей представительницей рогатого скота в этом году стала корова «Магма» из Раменского района. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok